В первую очередь хочу поблагодарить вас за представленную возможность поговорить о такой очень серьезной теме. За несколько лет работы с пациентами, в частности русскоязычными пациентами, я обратил внимание на то, что главная проблема лежит не в том, какие методы человек находит, мы говорим про альтернативные методы лечения, а то, как он понимает свою болезнь, свое состояние и как он понимает это лечение. И успех кроется не в том, какой метод он найдет, какой он найдет препарат или какой метод он узнает, а именно в концепции понимания лечения болезни. И вот это и самое главное. Дело в том, что если не понимать этого, то даже альтернативные методы, они будут неэффективными или малоэффективными. Здесь существует очень большая разница в концепциях официальной медицины и натуральной, так его назовем. И вот успех или неуспех лечения, как раз и зависит от того, какую концепцию выберет пациент. Также я заметил, что это связано не только с выбором каких-то препаратов и не только с выбором информации, но и с тем, как человек ее воспринимает. То есть для того, чтобы понять, что собой представляет вот эта вот наиболее эффективная, натуральная концепция понимания лечения болезней, нужно понять вообще совсем другую картину мира, то есть другую реальность. На это нужно время, на это нужно усилие. И именно на это я вот и хотел обратить внимание, потому что многие затачиваются именно на поиск каких-то дефицитных препаратов, думая, что их от этого излечат. Но на самом деле нужно менять просто свою картину мира, тот фильтр, через который человек смотрит на мир. И вот за эти годы работы я как раз и обнаружил, что существует другая реальность, которую нужно показать пациентам, больным людям, да в принципе и здоровым, для того, чтобы они поняли, что происходит. Я считаю, что сам я уже как бы для себя эту картину мира поменял. И вот работая с пациентами, я как раз вижу, в чем их главная ошибка, как они, что они смотрят совершенно на, воспринимают мир совершенно по-другому. И вот когда ты уже пробудившийся человек, и ты владеешь информацией, то очень легко заметить некоторые вещи, которые другие люди не замечают. Вещи совершенно ненормальные, неправильные, так не должно быть. Я приду пример. Ко мне обращаются, к сожалению, очень часто люди, которым сделали по 3-4 операции. Удаляют какой-то орган или часть органа, опухоль возвращается, удаляют снова. И так это идет, пока человек, в принципе, не умрет от лечения. Это может касаться, например, у меня был конкретный случай, когда человек пришел, уже пройдя огонь воды медной трубы официальной онкологии, у него было 4 операции на толстом кишечнике, которые постоянно резали-резали, с тем, чтобы убрать опухоль. Еще 1-2 операции, фактически нужно было просто анус к пищеводу пришивать. И самое интересное, что врачи просто это не замечают, для них это нормально. Пациенты это не замечают, для них это нормально. У меня был случай, когда ребенку отрезали по половину кости лицевого черепа в результате 4-5 операций. Опять же, ни сами родители, к сожалению, ни сами врачи не понимают, что это, во-первых, приводит к совершенно ужасному качеству жизни, и это не убирает причину. Я как-то уже говорил в одном интервью о том, что Эйнштейн именно в таком виде поведения выразил, что это и есть сумасшествие, когда человек делает одно и то же и ожидает различного результата. То есть вот таких вещей не должно быть, ты потом эти вещи замечаешь. Также не должно быть и того, что люди, которые применяют альтернативные методы лечения, они неэффективны, потому что люди не знают, как правильно применять. Также не должно быть такой картины, когда мы видим в день в соцсетях десятки, сотни тысяч фотографий бедных, больных, бледных детишек, которым даже тяжело улыбаться. И люди собирают для лечения деньги, не понимая, что они такие бледные, больные, лысенькие, несчастливые, потому что это именно лечение их таким сделало, а не болезнь. И люди собирают деньги на это лечение, на его продолжение. То есть совершенно нереальная картина. Также я считаю, что не должно быть и такой ситуации, как когда врач может давать сильнейший яд, например, химиотерапия, от которого человек может умереть, и в принципе умирает, когда делают много этих процедур. При этом он защищен законом, и у него на это есть как бы протокол. Но сделать капельницу с гипердозами витамина С, несмотря на то, что есть научные работы, он сделать не может. Он будет бояться за свою работу, за свою лицензию. Вот это совершенно нереальная картина. Такого не должно быть. Поэтому далеко не самым главным является предоставить информацию о том или ином методе лечения. Потому что если человек не видит ненормальности того, что я вам сейчас сказал, то это будет совершенно бесполезно. Если в примере онкологии, я занимаюсь онкологией, если человек будет использовать методы этой лечебности для того, чтобы воздействовать на свою опухоль, которая не является причиной болезни. Поэтому нужны эти знания. Нужно объяснять, что это такое, что это за болезнь, как к ней подходить. Поэтому и нужно разбираться в концепции, понимать, что такое официальная концепция, что такое натуральная концепция. Если очень коротко, официальная концепция считает причиной онкологии именно опухоль. То есть считает, что это мутация гена, поломка ДНК или судьба злодейка, уже ничего сделать нельзя, есть опухоль, и она предназначена, ее цель убить человека. Это официальная концепция. Поэтому и применяются такие жесточайшие методы, которые сами являются по себе канцерогенными, жесточайшие методы лечения. По натуральной концепции опухоль – это следствие образа жизни, образа питания, образа мышления человека. И есть совершенно конкретные причины, которые вызывают такую реакцию организма. И поэтому бесполезно бороться с опухолью. Нужно именно найти причину, устранить ее и восстановить организм, чтобы он отключил компенсаторные процессы и включил восстановительные. То есть, поэтому я с своими коллегами из нашего проекта, мы пришли к выводу, что недостаточно просто давать информацию о методах. Нужно именно людей образовывать, нужно давать информацию именно о том, что есть совершенно другая реальность даже в приложении к медицине. И люди должны это понимать. И когда они это будут понимать, тогда лечение будет более эффективным. Потому что альтернативные методы или натуральные должны использоваться именно по натуральной концепции. Если этого не происходит, лечение будет низкоэффективным. Потому что даже альтернативным методом человек будет бороться с опухолью, не убирая причины, не восстанавливая организма, не поднимая иммунитет. Именно поэтому многие не достигают ожидаемого эффекта с альтернативными методами. Они еще не заняли своего места, которое они достойны в лечении таких серьезных болезней. Узнай больше на концептуал РФ.